сегодня у нас воскресенье 11 число время наверно обеденное я посидел ботаническом саду университетском и спустился сюда или поднялся нет скорее поднялся публика наслаждается хорошей погодой сегодня наверное не будет дождя по всем приметам не должно быть ровный солнечный почти безоблачный денек такие деньки хорошо просто так без всякой теле кататься потом сидеть на лавочке болтать с каким-нибудь случайно встреченным человеком как хорошо в тенечке у меня все таки надо печерскую лавру съездить на такая сегодня задача чуть помог 5 5 кругов сделать 5 2 наверное хватит одного мало правда как хорошо уже как приятно все хоть как красиво подъем освещен солнцем а здесь мы в тени сейчас по бульвару если украинки поднимемся до улицы алмазово большая кутузова и налево к лавре вот бульвар лесси украинки подъем как будто бы рассчитаны для моего мотора хорошо идет без форсажа здесь фотофорчики ну просто декадас какой сами стойки даже и перекладины светятся да идеально для мотора новое дорожное полотно прямо бьет в нос горячий запах смолы наверное мои узкие покрышки оставляют все таки след на дорожном полотне еще мягко мне нравится название этой улицы цитадельно такое историческое название что по бульвару также на веру вот 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 сейчас Приехали. Сейчас развернемся. Какая чудесная погода. Я люблю жару, если честно. И сам немножко страдаю от нее, тем не менее люблю. Какой-то странный южанин. Даже не здешний. Мне бы жить где-то в Греции. Арсенал какой красивый. Почистили тоже стены. Как и почти везде. В Новопечерской крепости. Да, вид, конечно, у него праздничный такой нарядный, строгий. Вот чудесно. Царское село. Рестораж такой. Уж действительно село. Но царское. Но село. Люблю такой здоровый юмор. Пороховой погреб Александровского бастиона. Киево-Печерской крепости памяти архитектуры. Восемнадцатого столетия. Инвентарный номер восемьсот шестьдесят. Но даже восемнадцатое столетие надо же. Я люблю такие царские селы. Пороховой погреб в Алексеевском бастионе. Разомлевший персонал прячется в девушке. Улица добровольческих батальонов. Как она называлась? Раньше не знала. Тут где-то есть гостиница Нью-Йорк что ли? Или Чикаго. О! Какое мощное сооружение. В византийском стиле что-то. Ай лабиринтс. Реалити каст шоу. Что тут такое у нас? Ветерланды. Посольство. Вот что пишет об этом здании реки Мапе. Недостроенное здание. Принадлежит беглому депутату Бют Александру Шепелеву. Улица добровольческих батальонов 31. Честно говоря я думал это какое-то религиозное сооружение. Вот эти византийские мотивы меня смутили. И купол со шпилем он так сейчас скрыт. За вот этим выступающим прямоугольником фасада. Храм самому себе решил построить. Правильно. Базилику. Своего собственного имени. Это я разворачиваюсь. А вот тут еще. Тоже роскошные вещи. Совсем новая. Еще стройка не закончилась. Пленку еще не сняли с перил. О! Видно купол со шпилем. Вот отсюда на храм совершенно похож. А так неплохая архитектура вот с этой стороны если вдуматься. Вот этот вот прямоугольный выступ конечно все портит. А так базилика базиликой. Ну уже давненько ничего не делалось поскольку начинает разрушаться кирпич на фасаде. Это немало лет. Впрочем при нынешнем качестве кирпича и немного. Он размыкает теплой зимой. Потом когда морозы начинаются. Мерзнет. Трескается. И крошится. Отлично видны новостройки на стороне Водницкой улицы. Мы сейчас здесь проедемся. Это что такое за улица? Редутная? Да, вот на Редутной улице вспомнил. Название такое интересное. Редутная. Это гостиница. Я где-то случайно сюда попал. О! На стройке. Тут тоже будут строиться офисы. И тут строится ту-ду-дуум. Родина-мать открылась. Как же ты называешься? Сейчас мы тебя определим. Мы тебя пожалуем своим вниманием. Не обделим. Ты красивая. Штуковина. Вот это растение определяется как капсис. Точнее капсис укореняющийся. Покажи нам себя изнутри. Запах почти нет. Итак, капсис укореняющийся. По латыни капсис радиканс. Многолетняя. А древесневающая лиана. Оказывается, это лиана. Ты брат лиана вообще. О! Лианка. Адресневающая лиана. Сейчас тень стану, а то совсем уже засвечивается экран. Североамериканского. Ага. В природе произрастает на восточной части североамериканского континента. Широко распространен в качестве декоративного растения в регионах с субтропическим умеренным климатом с достаточно теплой зимой. В ряде мест стал агрессивным инвазионным видом, вытесняющим естественную растительность. вот так. В ботаническом писании побеги бывает длиной 7,5-12 метров. Да, прилично. Так. Плоды. Распространение. Экология. Ну, понятно. Северная Америка и США встречаются в лесах, густых заросках на открытых пространствах вдоль русел рек и так далее. Европы. Да, действительно, инвазивная считается в 48 штатах. Вот. А также на территории Канады. В Европе завезено в 1640 году, достаточно поздно. В 1809 году был ввезен в Украину. Культивируется во многих странах Европы. Вот такая вот история. Лианы. Мы поедем дальше. Вон видит шпиль. В той базилике была шарообразной. Тут еще одна базилика. такой-дом. Что-то я здесь совсем потерялся. вон тальянка она здесь распространенная интересно как называется все это место здесь вообще просто шик какой-то настоящий барокко на него глянем немножко for sale редутная 37 что-то в нем не хватает какая-то не до конца осмысленная имитация вообще так производит впечатление конечно такое впечатление что все это сделано из алебастера это нехорошо нужен мрамор о нью-йорк гостиница точно я почему-то ее запомнил название врезалась как-то пальма стоит наверху представительства франции украины значит уже спуск на лаврскую улицу будет но нам тут и не надо развернемся все равно я пожалуй налево где-то был поворот вот уже такие есть совсем редкие заброшенные домики когда я проскочил не заметил что это такое что это такое консол дук суралор боюча кобыл алу вот так кирпиз республика 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 сыны кирпиз республика сына посольство киргизской республики украины ясно здесь в квартале в этом много подобного тоже почти запрошено станет еще советской постройки но весьма ротих времен внушительные мы опять на редутном переулке уже на бульвар дружба народа спуск как я понимаю вишенка боже надо скушать немножко вишенки почтить вниманием без этого никак ну не смотрела как свежать кислинка аж зубы сводит и сочно а это на стороне в одниску мы уезжаем господи я думаю куда бульвар дружба народа там дальше не нашел я на карте название района из которого мы выехали но пока я искал его наткнулся вот на что на люнеты киево-печерской крепости люнет это полевое или долговременное сооружение с открытым тылом он с боков защищен флангами а тыл открыт сейчас мы пойдем посмотрим здесь на один из люнетов здесь два люнета не застроены интересно сейчас подъедем узнал у милой дамы как называется этот район царское село я говорю но и царское село это через улицу странного низка и здесь говорит царское село это как бы продолжение ну поверим ей вот здесь вот на возвышении должен находиться люмять есть ли к нему доступ или нет на спутниковом снимке он виден как не застроены зеленый участок а вот а вот что там на самом деле вот забор это его передняя кромка все тут вот сюда приблизительно куда-то должен выходить его край но здесь все плотно обнаружено в виде тоха в виде тоха в виде тоха без зубней мед хорошо здесь есть еще второй люнет вот вдруг мы там сумеем чего-нибудь добиться опять мы выехали к этой поселике а здесь где-то должен быть поворот к люнету вот он так он тупиковый но мы как бы с тыла подъезжаем к этому укреплению со стороны высокой части если мы здесь уже были да это тыл люнета все здесь закрыто собственно его передняя часть имеет вид вала точнее двух валов сходящихся под тупым углом вот так вот вот здесь будет место приблизительно вот так где валы сходятся один вот так идет другой вот так идет а это тыл ну что ж проезда прохода никакого нет ну хоть мы представили себе как это все тут устроено вот здесь тоже круглый купол еще одна базилика имени самого себя как-то барокко тут модно в моде а что барокко эпоха барокко эпоха знатная мировые одновременно и суровые и сентиментальные народ еще как следует закрепощет так что боится даже пикнуть а развлечение джентльменов война и игра в карты вполне пристойные а еще лошади и женщины конечно вполне пристойные для джентльменов занятия а хотят ли там рекруты служить в армиях и сражаться за какие-то испанские наследства никого вообще не интересует это их долг священный долг моральный долг погибать там где им прикажут господа вот сюда приблизительно надо двигаться если к люнету идти и и